Ты знаешь, что происходит вообще? Что сейчас происходит? Или вообще, что в мире происходит? Что в мире происходит? Да, в мире сложная обстановка, ситуация не очень хорошая. Что самое интересное, силен тот, и в моде тоже, кто видел, сколько раз уже повторялось одно и то же. И я знаю, что ты очень много раз видел, что повторяется одно и то же. И столько раз ты видел, сколько даже здесь на столе не лежит. И Сергей Ветров единственный человек, который знает о Соконе. И никто ни хера больше не знает в мире, только сколько знает он. И тебя все знают. Ты немножко преувеличил мои знания, мои умения, наверное. И хотя у меня такая седая борода, но это не значит, что я много раз уже просмотрел, как вот эти витки моды и популярности проходят обороты и возвращаются. Слушай, ну на самом деле нужно четко знать, когда надо, вот тоненький момент, когда надо повторить. Силуэт, я не знаю, какую-то концепцию повторить. Ведь раньше же кроссовки делались из абсолютно натуральных, простых материалов. Кожаные кроссовки, кроссовки-ровесники Леши. Какой год? Я думаю, ну точно не могу сказать, это где-то 76, 77, 78. Смотри, какие натуральные. И сейчас же все возвращается? Устойчивое развитие? Ну, сейчас возвращается все немножко под другим углом. Сейчас натуральные материалы возвращаются не потому, что, как раньше, не из чего было делать, не было синтетических материалов. Сейчас натуральные материалы возвращаются, потому что это модно, это тема эко-френдли. Все бренды работают над материалами, которые перерабатываются, которые из переработанных материалов и натуральные, саморазлагающиеся материалы для того, чтобы наша планета не была столь загажена, как сейчас. Факт, факт. Очень красиво кто-то застилает. А может быть, это действительно просто то же самое, но поданное под другим соусом. Может быть, нам уже наоборот не хватает синтетических материалов и нужно делать опять из… Слушай, ну, вы тут, я в одном из подкастов предыдущих, вы эту тему уже или с Ташем, или с Алексеем обсуждали по поводу того, что из-за чего все это происходит. Там хватает синтетических материалов, не хватает синтетических материалов. Наверное, какие-то передовые технологии современные сейчас в спорте и в сникер-индустрии, они, безусловно, предполагают наличие каких-то современных супертехнологичных материалов, искусственных. Вот. Ну, сейчас, мне кажется, вот, кроссовочная мода, она, у нее есть два направления. Это именно экологическое направление такое, да, которое в эту сторону смотрит, и современное технологичное, которое смотрит в сторону новых технологий, новых возможностей, которые просто раньше нельзя было достичь, ну, технологии производства не были столь, ну, как бы, продвинутыми для того, чтобы можно было какие-то силуэты создавать. Да, и шить, наверное, не умели так изящно, как сейчас, без единого стишка. Вот как. Да, безусловно. Ну, да, да, да. Дом без гвоздя построят. Сейчас уже кроссовки делают без стишка. Все просто склеивают, спаивают. Раньше это же было искусство. Резюмируя, ты самый крупный, самый известный человек, у кого есть наиширочайшая коллекция кроссовок одного бренда, начиная там с эра динозавров, заканчивая, ну, практически вот буквально последними годами, или ты собираешь что-то вот прям конкретное. Бренд этот называется Сакани. 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 Я знаю, что в Техасе и в Бруклине говорят по-разному, но по большому счету это одно и то же. Смотри. А в Москве Сайкони. Ну, в Москве раньше говорили Саукони, Сайки кто-то говорил, и Сакони, как только не говорили. Вообще правильно говорить, это Сакани, Сакани, это в честь реки, Сакани Крик. Чуть по-фински. Ну, может быть, я немножко неправильно произношу, но они даже на коробках писали раньше, как произносить на три слога Сакани. Сакани, это на языке индейцев. О-о-о. Поэтому река называется Сакани Крик. Там была, на берегу этой реки была первая фабрика, из-за этого и получилось название Сакани. И вот эти три знаменитых кружочка, так называемых, на логотипе. Да. То есть это река. Это река. Это река. Это три валуна. И река его огибает, эти три валуна. Я не так давно брал у тебя кроссовки специально для одного из подкастов, который с Ташем писали. Ты нам подогнал очень старую модель. И в момент, когда она у меня находилась, еще до момента, когда я тебе ее отдал, ты позвонил и спросил посмотреть, попросил посмотреть. Тут еще на этой реке есть строчка посередине. И я знаю, что ты собираешь в своей коллекции какие-то архивные модели, но являющиеся артефактом, то есть какие-то ошибки, допустим, при производстве. Ты просил меня посмотреть. В одну ли сторону эти стежки направлены. То есть это стежок, это не только технологически, да? Смотри, это буква С. С. Это первая буква названия Сокони, да? На этой реке. Да. Вокруг волнов. Да, и если посмотреть, на любой паре, и справа, и слева, они сделаны именно так, чтобы буква С считалась правильно. Реально. Там не зеркалка, а именно справа и слева, они в разную сторону направлены для того, чтобы вы могли прочитать. Но это только на старых моделях? Или нет, смотри. На всех моделях, да. Просто есть модели, на которых буква С не вышивалась, в принципе. А про тот факт, который ты говоришь, я случайно заметил, что на той паре именно, нет, именно на той паре, которая у меня была, у тебя была пара с нормальной буквой С. А у меня есть пара, на которой эта буква С вышита в другую сторону. Такая же пара, точно такая же? Да, точно такая же пара, только она в другом цвете, в красном. Там были синие акценты, белый с синим, а эта белая с красным. И там буква С вышита в другую сторону. Это ни в коем случае не фейк, потому что тогда вообще просто истории фейков не было. Эти кроссовки из одной серии, в оригинальных коробках, производства США, как бы все. И я случайно заметил, что на одной из пар буква С на внутренней стороне вышита зеркально, то есть в другую сторону. Неправильно. Ну, такие артефакты встречаются иногда. У меня есть и с современной, буквально позапрошлогодней коллекцией кроссовки, где, к сожалению, на фабрике с оконами написали в другую сторону. О! Да. В смысле, выстрочили ниткой? Нет, там пластиковое клеймо такое, ну, с названием бренда. И просто они с другого кроссовка переставили сюда. Ну, то есть она получилась задом наперед, эта надпись. Интересно, это как марки собирают, да? Да, да, где есть, да, где что-то такое там случилось. И вот, ну, эта пара оказалась в магазине, мне мой товарищ Николай позвонил, говорит, Сереж, у меня вот такая пара. Я говорю, конечно, я ее заберу, потому что это, ну, что-то такое необычное, ну, артефакт. Вот на этих кроссовках 70-х годов. Да, 75-й будем говорить, так, 76-й. 75-й, 76-й. Здесь внутри клеймо стоит с номером, да, это, возможно, вообще, ну, вряд ли это номер пары, хотя... Нет, ну, это, наверное, номер модели или номер партии, как-то просто в разное время маркировка менялась. Made in USA написано. Да. До какого года кроссовки шили в Америке? Слушай, у меня в коллекции есть пары и 94-го, и 92-го года, сделанные в Америке. Фабрика принадлежала... Кому вообще сако не принадлежит? Какое образование было? Потому что я помню, что есть в бренде и другое название, Spot Build. Смотри, там несколько генераций было, да, как бы Сокони считается одной из старейших спортивных марок, которая выпускала спортивную обувь. Изначально сделана для производства спортивной обуви? Нет, сначала делали тапочки, потом это все превратилось в обувь для гольфа, потом беговые какие-то вещи появились. Есть первые там шиповки, потом для футбола, бейсбола, есть страница баскетбола, бег, безусловно, главной движущей силой и развивающей кроссовочную индустрию, безусловно, является бег. И второе уже, наверное, баскетбол, да, первый это бег. Баскетбол, футбол, безусловно, да, является таким... Бутсы делали, да? Да, да, да. Вот, ну, вообще компания была, фабрика была организована, производство в 1898 году. В этом году 123 года бренду, правильно, да? 123 года. 123 года. К сожалению, 120 лет как-то компания, на мой взгляд, профукала, ну, просто, ну, как бы такая цифра была, да, и ничего такого грандиозного не было сделано. А, то есть ты имеешь в виду, не было праздника по поводу 120-летия компании? Да, но 125 лет осталось два года, да, 125-летие, и там уже бренд, я знаю, что в разработке, как бы, и там бренд, конечно, о себе заявит. Я у тебя на телефоне сегодня сфотографировал от 24 января 2019 года по протоколу карту, мы, думаю, прикрепим здесь на картинку, карту истории брендов, которые возникали. И вот здесь, судя по всему, Etonic. Да, самый старый бренд. Сакони, Нью Бэланс, Конверс, Фила, Брукс, Карху, это уже 1920 год. Ну, кстати, от себя могу сказать, любители знают, в 1906 году, наверное, где-то между Конверсом и Филой, наверное, Мизуна появилась в 1906 году. А разве нет на этой таблице Мизуны, да? Нету. Почему-то японцев здесь нет? Японцев вообще не любят, здесь даже Асиксы нет. А, нет, Аницука есть. Аницука есть. Везде меня вообще и во всех офисах тоже при этом. Пригашивают, блин, где-то нет у вас на карте. Слушай, ну, а вот эта интересная история тоже по поводу трех полосок с Карху, да, ты знаешь ее, да? Да. Тоже веселая история, за какие-то смешные деньги они продали эту историю. Так и у Мизуны логотип поменяли на птичку, потому что ассоциация уже стала очень большой с Adidas. С Adidas. Вот. Adidas. Ну, и если к тому, что бренд один из старейших, сначала была фабрика по производству, там, тапочек, или там, ну, потом в 1920 или 10-м году русские мигранты организовали производство тоже спортивной обуви, значит, как раз был Абрахам Хайт организовал такое производство и фабрику назвал Хайт Инсанс. И потом в 52-м или не путаю, в 56-м году, можно посмотреть, чтобы вы понимали, друзья, Костя сказал, что я знаю все о бренде, я знаю много о бренде, безусловно, но я специально не готовился к этому подкасту, потому что Костя вчера позвонил, говорит, Сережа, давай завтра снимем. Я говорю, окей, давай поснимем. Я специально не поднимал какие-то там исторические свои всякие там зарисовки и все остальное. Вот. Поэтому не судите строго, в моем инстаграм или в инстаграм моего комьюнити или музее моего вы сможете точную информацию найти. Но смысл в том, что в 52-м, 54-м году Хайт Инсанс купили в Соконе Manifactory, там, ну, фабрику, короче, купили. Вот эту какросска, которая вот на реке Соконе Кристос. Которую с 1898 года штопала. Да, купили. И одно время это было Хайт Инсанс, в нее входил бренд SpotBuild. И еще очень важный факт о том, что в 60-м году Хайт Инсанс делали Moon Shoes. Это те ботинки, в которых Амстронг выходил на поверхность Луны. Был такой заказ. И как раз его выполнял Хайт Инсанс. И, соответственно, можно говорить, что Соконе это те кроссовки. Ну, там это были не кроссовки, а ботинки лунные, такие луноходы. В которых человеческая нога вступила на поверхность Луны. Если американцы не придумали этот факт. То есть, вот такая история. И во время войны у них был госзаказ, и они делали военную обувь. В Европу поставляли? Не могу сказать, не знаю. Но военную обувь для американской армии. Соответственно, Третий фронт или что-то такое. Не знаю, эту историю я, к сожалению, хорошо не знаю. Поэтому вот такая история. Ну и потом Диксон. Который, бегун знаменитый. Не помню, какой год это. Напомни мне. Я знаю, что знаменитый бегун, но не настолько же. Который сделал прорыв, пробежал там марафон дистанцию в кроссовках Соконе. И после этого началась новая века развития Соконе, бегового бренда. И безусловно, я коллекционирую кроссовки именно лайфстайл направления. Соконе Ориджиналс – это такое подразделение Соконе. А безусловно, Соконе во всем мире все знают, что это там топ-5 брендов, входят в топ-5, наверное, брендов беговых. И вообще в линейке, ну там, вот если брать бренд Соконе, то это, наверное, 70% – это бег, и 30% – это оригиналс, это лайфстайл. Ну, до недавнего времени у нас, у людей в России в основном было представление о том, что это оригиналс. Потому что в основном все ходили вот в лайфстайле, который здесь представлен. И беговая тусовка, она получила доступ к продукту, ну, сравнительно там 5-6 лет назад. Хотя и, в принципе, страна побежала заново 5-6 лет назад. Слушай, в 60-х годах, вот в 60-х годах ты говоришь, что важно космическая программа, там все дела. Это какого года вот эта прелесть? Это 78-й год. 78-й год. Это вот так круто в Америке жилось в 78-м году. Ну, слушай, я вообще вот, если посмотреть эти фильмы 60-70-х годов американских, там совсем другая история. Мы тоже с моей супругой Леной часто смотрим какие-то фильмы, нам нравится как раз вот эта эпоха. И мы просто все время друг на друга смотрим, задаем вопрос. Ё-моё, блять. У них там Битлз, там открытые автомобили, Кадиллаки, вот эта вся история, как бы, да, там ролики, вот это все там. Пальма, Лос-Анджелес, розовое мороженое, картошка, кафе, вечеринки, диско. У меня просто сейчас в голове такое. Как раз вот эту основу в Америке до сих пор, это вот 78-й год, до сих пор эта тема популярна. И вот бренд Surgrip, который делает вот эти ролики непосредственно с этой платформой, да, которая. И это был такой комбо. И они сделали вот такие кроссовки. Чем они примечательны? Тем, что именно эти кроссовки, вот именно эти ролики рекламировал О.Джи Симпсон. О.Джи Симпсон, тот знаменитый О.Джи Симпсон, который американский футболист в первую очередь, у которого очень много заслуг спортивных, который заработал много денег, который снимался в кино, у которого было прозвище Сок, Джус, вот, и который в результате потом финишировал тем, что он, к сожалению, расправился со своей супругой, с ее любовником, потом ушел от наказания, потом был признан виновным, отсидел, вышел, написал книжку, как бы косвенно признав, что он является убийцей. Ну, то есть вот такая история. Но тогда он был суперпопулярным атлетом, и Сок, и тогда это был Спорт Билд, с ним сотрудничал, у него была своя линейка, у меня в коллекции есть бутсы и еще ряд моделей, которые для американского футбола, в которых играл О.Джи Симпсон, да, там есть, это не конкретно его модель, в которой он играл, модели его, но не конкретная пара. Ну, не его личная пара, а та модель именная, которая выпускалась. Да, именная, она прям Джус на ней, да, есть, у него была, ну, погонял его такой сок. Любил сачок попить. Я не знаю, с чем это связано, на самом деле. Я совсем недавно пересмотрел вот этот сериал «Американская история правосудия», и там есть раздел как раз про него, прокрас эту историю с убийством супруги. Вот, и у него был прозвище Джус, и они все его близкие друзья, все его звали Сок. Ну, как бы, и там прям на бутсах, большими буквами Сок, коробка с его фотографией, с его, у меня есть карточки такие, ну, вот эти как бейсбольные, американский футбол, которые туда вложены, ну, там не оригинальный автограф, но все равно. На ebay есть несколько пар, которые с его автографом продаются, я их отслеживаю, ну, вот немножко такая своя история, наверное, она больше интересна поклонникам американского футбола. Там, и все такое. Американского футбола, чтобы вы понимали, это не такого футбола, который там ногами мяч пинают, а там, где кидают его руками, вот эти в касках ребята. Да, это русский, ну, как по регби можно сказать, вот так, не русский, а французский, да, там регби. Слушай, в североамериканском же спорте сейчас идет очень большая борьба с травмами головы, и в хоккее, и в регби, в американском футболе. Я думаю, что отчасти это стало, может быть, причиной того, что О'Джей вообще там полетел. Слушай, твой вопрос к тому, как мне эта пара досталась. Эту пару мне подарил Андрюха, моряк у него, многие его знают, человек, который в России был первым собирателем, может быть, не первым собирателем, но таким известным коллекционером с оконей. И он, на самом деле, это один из тех людей, который меня вдохновил как бы на собирательство. Какой это год был? Я увидел видео с ним где-то, наверное, в году, в 12-м или в 13-м, я не помню точно. И как бы я не после этого видео стал собирать кроссовки, да, но именно тем, как это было показано, тогда ребят сделали ролик про него, у него там было в коллекции пар 100, что ли, и 80, и так это было красиво снято, он там достает эти кроссовки, да, и я смотрел с таким, и потом я с Андреем познакомился в очереди в Сникерхэде, когда мы стояли за кроссовками, за очередными. Вот мы с ним познакомились, стали друзьями. Сколько у тебя пар было на тот момент обуви? Ты клеционировал уже? Смотри, какая история, да. Я, если вот, ну, окончив, мы с ним познакомились, стали дружить, стали вместе там все там вокруг с оконей, там, я у него много информации узнал, вот, и он проводником моим стал таким небольшим, ну, в какой-то момент времени, да, в эту тему глубоко зайти, а потом он там в силу своих там жизненных обстоятельств решил от коллекции избавиться, вот, и одномоментно я у него там пар 60 или 70 купил, вот, и тогда, как бы, моя коллекция моментно приросла очень серьезно, вот, он там, мы с ним договорились, в каком-то период времени я им выплачивал эти деньги, не сразу в разу, вот, и такая цена была щадящая, ну, и, короче, вот, часть Андрюхиной коллекции, она ко мне перетекла, вот, и там было очень много интересных вкусных вещей, которые так просто нельзя было найти, которые у него были, вот, и в том числе там были вот эти ролики. Это ролики. Эти ролики, они, они есть на ebay, в разных там вариациях, их можно найти, сумма, причем, может быть, разная, от 25 долларов там до 300 долларов, в зависимости от состояния или желания заработать конкретного продавца. Ну, просто я в них сразу влюбился, и он их очень любил, и они такие шоу-стоперы, как бы я их вношу всегда на какие-то там выставки, на съемки, ходил на маяк к Матецкому в передаче, и тоже он очень вдохновился этими роликами, ему очень нравилось, да. Но я их возил за границу, и всем очень нравится, и как бы это такой предмет, чтобы когда он стоит на полке или где-то там во время какого-то, все так заинтересоваться, чтобы обратить внимание, и все такое. Интересная штука, на самом деле. И они в прошлом году, сколько они, переиздали. Они сделали точно такие же кроссовки, и посадили уже на современную платформу вот эту, Surf Grip, и они переиздали, они у меня тоже есть. Я их просто... Ты не сказал, что не надо нести очень много кроссовок, поэтому я их не притащил сюда, да. Они есть у меня в коллекции переизданные. Вот, тяжелые собаки тоже, такая большая коробка, ну, как вот ролики или как коньки, да, вот такая большая коробка, тяжелая. Вот, брендом, смотри, вот на сам бренд, я уже часто рассказывал, ну, с удовольствием еще эту историю расскажу, что, будучи студентом, я учился с 91 по 96 год. Прям с языка снял, я хотел спросить. Да, и я родился в Подольске, в подмосковном городе, ездил в институт в Москву на электричке, либо там у нас автобус курсировал в Москву, да, и со мной очень часто в этом автобусе утром, когда я ехал на пары, ехали ребята, там, пару человек, которые были утюгами, фарцовщиками. Да, ну, фарцовщик, так это как бы общепринято, а так утюг, это такое продвинутое название было, вот, утюги, ребята были такие модно одеты все время на ставчике, вот, и тогда они носили кроссовки, и очень было, ну, это, типа, true, это были сокони, это был авиа, этаник тогда был, и, ну, там, high-tech потом появился, ну, new balance появлялся там, ну, я не помню, честно говоря, я не видел на ногах найки или адика, я не видел тогда, да, ну, я очень сильно хорошо запомнил, что это был сокони, и мне прямо казалось, блин, ну, это какие-то нереальные кроссовки тогда, вот, и купить я их не мог, денег у меня не было, ну, там, чтобы купить на перепродаже где-то, вот, я вообще в эту культуру не был, я так наблюдал со стороны, было круто, и, как бы, восхищался, ребята, мы утром ехали, значит, они такие, ну, свеженькие, ехали обратно, возвращался я из института или там с подработки какой-то, они ехали обратно, у них такие были, знаешь, ветром надутые лица такие, ну, как бы, ну, когда такая красная кожа, потому что они целый день на улице, там, ну, с иностранцами, да, они же продавали там всякую советскую атрибутику. Где основные места были в тех годах? Слушай, ну, я так думаю, что это, ну, там, Красная площадь, да, где-то там около Гассинца Интурист, еще какие-то вещи, я просто говорю, что я не был, как бы, адептом этой культуры какой-то, или там, что не ходил, не пытался, там, заработать таким образом деньги. Но слух-то ходил все равно. Да, да, но просто я вот с ними часто видел, да, я понимал, чем они занимаются, у меня несколько знакомых друзей были, тоже занимались этими вещами, у меня шальная мысль была тоже так попробовать зарабатывать деньги, но я так и не решился на это, а там всякие, там, можно было достать куртки, там, Леви Страус, там, все такое, еще был отдельный атрибут, я за ним давно гоняюсь, ну, вот в хорошем состоянии хочу купить. Это такие были полетные сумки. Раньше авиакомпании, они своим туристам давали в полет такие сумки, да, там, ну, это, может быть, это какой-то класс билетов был, когда вот иностранцы ходили такие сумки, и вот эти сумки по нам, по Америкам, когда была такая авиакомпания, и вот у них были такие сумки, они из такой синтетической кожи были, да, вот этой, и вот такую сумку, я один раз за нее, там, увидел на Эйбэе, за нее бился, но не смог ее перекупить себе. Я видел не так давно, мне, причем, товарищ прислал, Мизуна в Японии с Пан Америка запустили коллекцию, и мы с тобой... Ну, Пан Америка, ну, может, круто было бы, потому что... Там и куртки, еще какие-то вещи. Ну, просто этот бренд даже этого, ну, он, может быть, кому-то права на этот бренд, сама компания же давно не существует, кому-то, наверное, этот бренд принадлежит, там, торговая марка. Ну, очень круто. Короче, вот эта сумка, толстовка, джинсы Levi's, там, да, когда Рик Левис такие, ты знаешь, такой бренд, да, вот, ну, как бы, и вот кроссовки с сокони, как бы, вот такая история. Я был влюблен в эти кроссовки. И потом в году 84-м, наверное, 85-м, ой, вру-вру-вру-вру, ребят, в 95-м я купил с сокони именно вот эту модель, вот эту модель, Грид Шадоу, именно в этой расцветке я купил в Москве. Купил в Москве, магазин был на площадях Центрального детского мира. Ну, во время перестройки, вот как раз там... Слушай, ну, это беговая модель. Слушай, ну, это из каталога лайфстайла, как бы, 94-й год. В те годы они уже переуп... ну, как бы, они уже штамповали модели как отдельное направление именно лайфстайла, да? Слушай, чтобы ты понимал, я в 98-м, по-моему, школу потопал только. В 97-м, в 98-м, где-то так. Ну, вот, я закончил стилу в 96-м, вот я где-то на предпоследнем курсе купил себе вот кроссовки с оконя. Обалдеть, вообще, материалы. Эта модель, это какого года? 94-го года. Она один в один 94-го года. Это модель сама, 94-го года. Ты держишь в руках, это пара 94-го года. Это пара 94-го года. Перелететь. Да. И именно эту расцветку я купил тогда в Москве. Я просто... У меня с собой есть каталог 93-94-го года, о котором я тебе говорил. И... Слушай, обалдеть, как они сшиты-то. И мне кажется, что любую пару из этого каталога можно сейчас перезапустить, и она будет актуальна. Супер актуальна будет. А материалы какие? Что произошло с ней? Смотри. Я купил их на ebay совсем недавно. У меня такая же пара есть в другой расцветке. Мне ее тоже Андрей подарил. И я ее хранил, как зеницу ока. Потом на ebay я встретил эту расцветку и понял, что как раз у меня была эта расцветка. Я ее купил недавно. И для фотосета я надел их на ноги. Прошло ровно 10 минут, и я, наверное, 15 метров прошел, и подошва вся развалилась. Это полиуретан, он, к сожалению, не живет. Именно эва живет, а полиуретан не живет. Больше 10 лет не живет. Ребят, в кроссовках из полиуретана очень Брукс любит баловаться этой штукой. Больше 10 лет точно не пробегаете. Мы только что это доказали. Смотрите вот сюда. К сожалению, да, такая история. И мы, этому факту я уделял отдельное внимание. И у меня есть очень хороший знакомый человек, Мак Коллан, по-моему, правильно сказать. Он был дизайнером с оконей с 91 по 94 год. Эти кроссовки делал он. И он нашел меня в интернете, после моих постов каких-то и все такое. И прислал мне каталоги. И прислал, которые ты фотографировал сегодня, скетчи, рисунки. Руками нарисованные тех макет и кроссовок того времени. На самом деле и по сей день кроссовки так и разрабатываются в подразделении. Он мне прислал, да. И я ему задавал много вопросов, как получилось и что такое. И вот как раз вот эта речка, видишь, как она потом трансформировалась. Вот она была вот такая, да, вот на этих моделях. А потом она трансформировалась, видишь, в такой… Что-то более такое… Да, и здесь уже видишь, что вот этот край, он не заведен сюда, да, не уходит, как вот на этих моделях. А он уже такой полетел сюда. Устремление. Как раз он этим занимался, этой разработкой. И он как раз мне писал по поводу подошвы. Он сказал, Сергей, полиуретан не живет больше 10 лет. Мы тогда не понимали этого, как бы, потому что… Ну и кроссовки не производили для того, чтобы они 10 лет где-то лежали, да, кого-то ждали. Они были для того, чтобы их купил новые кроссовки, поносил, сносил, купил новые, да. Кроссовки никто не делал, кроссовки для того, чтобы они лежали 40 лет, ждали, коллекционировали. Тогда вообще никто не коллекционировал ничего, наверное. Не, может кто-то и коллекционировал обувь, да. Но не было такого, поэтому… Продуманные ребята должны были быть. А почему Грид? Грид – это они в свое время придумали вот эту историю с Гридом, сетка, и стали ее эксплуатировать, всевозможные системы в подошву вставлять, всякие баллоны тоже, если ты посмотришь, там есть окошко, вот так вот. А, нет, оно здесь не прозрачное, но в некоторых моделях прозрачное, и система Грид стоит в подошве, там есть какая-то дополнительная амортизация, Система амортизации, да? И вот как раз полиуретан, почему он был тогда популярен, как раз вот в этот период с 90 по 2000 год очень сильно, потому что он позволял делать вот эти супер какие-то необычные подошвы, вот эти всякие изгибы, там, ну… Он заливался так хорошо, да? Да, 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 и он, видишь, вот эта всякая история с разной фактурностью, с разными цветами, со всеми делами, причем вот тут вот, видишь, это тут не просто разный цвет, да, потому что тут жесткость разная у материала. Да, 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 если ты вот потрогаешь, смотри, вот здесь вот он амортизирует, а здесь как пластилин прям, но он уже просто со временем чувствуешь, да? Да, он здесь более густой, а спереди более упругий, чтобы, наверное, отталкиваться хорошо, что и в принципе сейчас… А это материал сверху, это натуральная замша или синтетическая? Вот это вот синтетическая, насколько я понимаю, это вот как раз тогда… А чего делали? Не могу тебе сказать, не знаю, но это вот синтетическая замша. Текстура очень приятная на ощупь. Она хорошо стирается, моется и все такое. Чистится. Чистится. И потом вот эта была штука придуманная, грит-система, да, неопреновый. Да, он с одной стороны взошит. Пришит. Пришит, да, с другой стороны, да, и он… Закрывает стопу. Да, и он позволял, когда вот в стандартных кроссовках тут нет вот этого перемычки, да, чтобы не уезжал язычок, чтобы он сваливался, да, скатывается. А здесь они придумали вот эту штуку, когда он вшивался с одной стороны, он имел такую форму, и он всегда как бы держался нормально, да? Нормально. В 92-м… Это какого года? 94-м. В 92-м, в 93-м году, у Mizuno в 94-м в том числе попала как раз SkyMedal моделька, где была система, и у ASICS, по-моему, были лайты, когда язычок был как раз пришит, вот этот моносок. Сейчас многие с этим… Я не помню, какого года гель-третий, гель-третий, где у него тоже язык сделан… Он и разрезанный. Разрезанный, да, и с той стороны. Вот, и как раз мне удалось купить тогда эту пару, и я, слушай, я ее купил, потому что она мне нравилась, и даже еще какую-то модель, мы с моим другом Виталиком, моим там… Одним старейшим моим друзьям загадочным, мы купили несколько моделей, у него было, по-моему, пару-пару у меня. Мы их сносили, Кость, и выкинули. Ну, потому что они сносились. И мне тогда казалось, что с оконей… У меня, знаешь, в голове отложилось, что они были суперкрасивые, суперудобные, но пипец как они быстро сносились. Может быть, потому что… Каждый день носил? Наверное. Наверное, да. Я тут только недавно из своих шорт вчера вечером вылез, потому что уже просто не мог снять моих леопардовых шорт, я тебя очень понимаю. Меня тут иногда так что-то подсаживает из кроссовок, в том числе. Вот, и, значит, я их сносил и выкинул, как бы. Ну, и с оконей в моем сердце остались как бы навсегда, знаешь, я всегда так смотрел в эту сторону. А потом где-то в 2008-2010 год, и опять, ну, как бы, знаешь, вот это интернет-торговля, товарищ в Америку уехал у меня там оттуда мне. И я в этот раз стал… У меня в этот период были кроссовки, безусловно. Всегда были в гардеробе кроссовки со студенчества. Первые кроссовки Pegas, Nike Pegas я купил. Карштадт был такой магазин в Гуме, который торговал за марки или за доллары тогда, но ты еще не застал. Вообще не то, чтобы не застал, я вообще первый раз слышу. Круто. Nike Pegas я покупал там, и, слушай, они пипец какие были выносливые. Я их стирал в машинке раз сто, наверное. И я их потом на дачу отвез, и уже когда я, уже будучи собирателем кроссовок, нашел их на даче, я их подарил Пашке, российскому парнишке, хорошему очень парню, который Nike собирал. Я им их отдал. Ему подарил эту пару. Потом у меня Адики были тоже, там какие-то пары, я помню. Потом были, я кроссовки покупал. Знаешь, вот были спортивные магазины в Москве, а еще кроссовки покупал, был такой рынок ЦСКА. Он такой был типа элитный рынок тогда считался. Интересно. Там парфюмерный был рынок, и плюс были всякие марки такие. Вот тогда в ЦСКА мы ездили, и там были прям развалы кроссовочные. Я помню, у меня были офигенные кроссовки, я их очень долго носил. Теннисные Nike. Они были, знаешь, такой с карбоновой вставкой в части, вот где... А еще, говорит, не знает, когда что повторять. Вот знает уже, там карбоны носили в 90-х. У Сокони тоже, вот как раз в этот период, там до 2000-х годов есть кроссовки с карбонами. Но мне кажется, это имитация карбона, это не настоящий карбон, как сейчас делается, да. Там такая история с имитацией, пластик такой под карбон имитированный. Ну, типа, да, текстура такая. Да, текстура такая. Там вопрос, зачем ставили? Потому что и в Adidas тоже ставили посередине, чтобы жесткость торсионной добиться. Сейчас просто механизм использования другой. Кстати, отчасти благодаря и Сокони тоже. Вот, и как раз у меня были такие кожаные, отличные теннисные кроссовки, в которых в подошве прям был такой кусок, прям такой наш карбонопластиковый такой, шикарный. Тоже я их даже не сносил, кому-то отдал, по-моему. Ну, и еще много было разных брендов. А потом, когда я опять к Сокони вернулся, и все. И как бы я другие кроссовки стал покупать с Сокони. Да, там так, одну, две, три пары, там, ну, там, ну, просто покупал для себя, да. Потом так горка росла, 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 росла. Вот, и я думаю, блин, интересная тема. Я никогда не хотел коллекционировать кроссовки, да. Я просто, они как-то в были мои, ну, как бы, вот, ну, там, не знаю, там, кто-то марки покупает, ну, кроссовки, там, туда-сюда. Кто-то фантик коллекционировал. Да, потом осознал, что я, наверное, все-таки собираю кроссовки. Это как раз вот после того, как я с Андреем познакомился, понял, что есть люди, сникерхеды, которые собирают кроссовки, что это отдельное направление, это где-то 12-13 год. Как ты в эту очередь попал? Что стоял, что покупал, чего ждал? Слушай, классно. Тогда все-таки коллаборации до России доезжали. Практически многих брендов продавались в России. Те, кто официально продавал в России, кроссовки. И много коллабораций было в России. В частности, вот там, вот как раз с 10-го года по 14-й, по 15-й год очень много коллабораций. Ну, как очень много. В принципе, все коллаборации, большинство коллабораций, которые было в мире, они продавались в России. И мы стояли за коллаборацией с Shadow 5000. Carbon Fever называется коллаб. С нью-йорким магазином West New York. Охеренные кроссовки, посвященные фильму ужасов. И они сделаны классно, и история классная. И вообще все, и коробка там суперская. Причем у Андрюхи размер такой же, как у меня, 9,5 вес. Да, и он стоял в очереди впереди меня. И пара была одна, он купил 9,5 вес. Я купил себе десятку, потому что ничего не осталось. Слушай, ну, эта история была такая. И я не мог пережить, что у меня кроссовки не моего размера. Ну, некомфортно носить. Вот я из тех людей, которые не могут носить кроссовки, которых больше, да? Ты, когда пары покупаешь, ты носишь их, или ты прям сразу ставишь на полку? Нет, нет, я, слушай, я много пар носил, просто когда сейчас у меня там количество близится к 700 парам. 700 пар? Да, 700 пар сейчас. Подожди, у меня, я вчера просто выставлял, я случайно зашел в Икею, купил эти боксы прозрачные. Чтобы уже не в коробках хранить. И так вот красиво они друг на дружку встают. Я думаю, может, в квартире, если там холл немножко переделаю, у меня будет какая-то, ну, может быть, концептуальная. Просто мое место, где у меня пары стоят, я хотя бы видеть буду, что внутри. Ты где хранишь? 700 пар. Я арендую склад. Серьезно? Да. С товарищем арендую склад, и не дешевое удовольствие, к сожалению. Склад или контейнер там, или еще что-то? Нет, склад там с постоянной температурой, ну, более-менее она там круглосуточная, ну, теплый склад с круглосуточным доступом, с охраной, как бы очень удобно, с лифтом там внутри грузовой, когда у меня на втором этаже находится бокс, и чтобы поднять туда что-либо. Можно туда заехать на машине вовнутрь. На лифте? Нет, нет, ну, на машине, на территории, ну, как бы в ангар заезжаешь, ну, условно. Там есть тележки у них в сервис такой, можешь туда все переложить, тележки занести в лифт, лифт подняться, отвезти, чтобы не на гробу там, да, все это дело. Круто. Вот, но склад небольшой. Настя, слышишь? Я не храню, к сожалению, их так, знаешь, как в американских фильмах, там, открыл там, или отдельные комнаты, и так заходишь, и у тебя так расставлены кроссовки, красиво, блин. Я мечтаю это, конечно, на этих, может быть, музей, когда удастся, мне сделать все-таки ин-стор музей, не онлайн только, и там все так будет красиво. У меня кроссовки специальным образом, как бы, сложены для себя, для понимания, они сложены в коробке по 10 пар, на этих коробках есть опись, что внутри, для того, чтобы я в любой момент мог найти нужную пару, для какой-то съемки, для какой-то ситуации, для какого-то ивента, для какой-то юбилейной съемки, ну, там, вот эта история. И я веду каталог для себя, он такой непрофессиональный, но у меня есть перепись всех пар, и с какого-то момента я даже записывал, за сколько я купил. О, красиво. Слушай, я знаю по запуску, там, моего бренда, что это очень большая подготовительная работа, и у нас есть ребята из Польши, которые даже отсылали в Мизу на кроссовки, потому что, в Японию, потому что это единственная была доступная пара в хорошем состоянии, которую они смогли найти. И ты какие-то пары отсылал в европейский офис, может быть, в американский, для того, чтобы помочь им производить, или наоборот, они тебе что-то присылали? Смотри, ну, во-первых... Потому что, по сути, то, что сейчас выпускается, еще раз, это хорошо забытое старое, то есть архивную модель берут, она актуальна по силуэту, там, может быть, чуть-чуть меняют, Nike постоянно что-то меняет, там, геометрию немного, и перевыпускают, но исходник все равно нужен. Слушай, ну, если говорить о соконе Originals, это как раз Heritage, это Vintage, это все силуэты, которые компания использует, которым, там, 20-30-40 лет. Они просто их переиздают из года в год, меняют что-то, делают гибриды, улучшают, делают расцветки, все такое. Но это именно направление или подразделение компании, которое занимается как раз херетажем, наследием. И поэтому, как у других брендов там происходит, я не знаю, как историческая линейка, да, у соконе именно соконе Originals отвечает именно за Originals. Сколько лет существует подразделение? Слушай, вот джазом в этом году 40 лет. 40 лет, я думаю, что как раз они где-то 79-78 года начали существовать, ну, как бы, вот, как в подразделении, да, там, ну, как бы, я не думаю, что они именно Originals, они тогда 40 лет задумали, как его, да, но просто в отдельные подразделения, я думаю, что они его увели, может быть, последние, там, ну, 10-15 лет, да, а до этого было именно таким образом. Сейчас будет новый офис в Европе, по-моему, открываться у соконе. Очень мне хороший знакомый человек туда уходит на позицию сеньора. Именно Originals. Да, именно Originals. Да, сейчас поменялась структура дистрибьюции, и действительно, подразделение в Италии будет открыто, и штаб-квартира, по-моему, насколько я понимаю. Ну, походу, это лучшее, что могло произойти, уж итальянцы как любят кроссовки, там недавно в Милане Ипата открылась, знаменитый магазин европейский. И, по-моему, нет, погоди, в Милане открылся, наконец-то, по-моему, где, в Риме же открылся этот, или в Милане, в Суприм открылся, да, вот сейчас недавно. Ну, там какой-то другой Суприм. Нет, вот открыли официально. Нормальный Суприм? Да, 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 по-моему, в Милане. Ну, вот за такими глобальными-глобальными брендами я не слежу, мне очень нравится что-то такое очень локализованное, потому что Пата, с Патой все бренды делают какие-то суперкрутые коллаборации, которые там признаются топ-5-10 года. Отдельная история, мы с Мартином знакомы, один из братьев, который вот основатель Паты, это отдельная история для разговора к Соконе. Мы в 2015 году поехали в Европу для того, чтобы объехать все вот эти европейские магазины культовые. Как вы ездите? Культовые. Как вы ездите? Вы группировкой собираетесь, да? Слушай, для того, чтобы привести, у нас была тогда идея сделать в Москве магазин франшизный. Мы хотели Солбокс Москва или Пата Москва. Солбокс, это же очень круто. Ребята, посмотрите, у магазинов Солбокс, а их перекупили? Да, Найки перекупил. У магазинов Солбокс очень крутая концепция, они расположены в разных странах, и в каждой стране каждый магазин имеет уникальнейший дизайн. Я был в Амстердаме, там хим-лаборатория, реально, ты попадаешь, все в белом кафеле, там стоят пробирки, мензурки, что-то налито. Чувак, когда увидел нас и понял, что мы были на экскурсии с очень известным чуваком, нажали кнопочку, отовсюду полетел дым, там есть магазин банковское хранилище. Вы в Москве какую концепцию хотели реализовать? Мы, конечно, ориентировались на магазин в Берлине, где рука, робот, который достает коробки, из стеллажа достает коробку. Это тоже такая концепция была придумана, именно как на конвейере сделана, там такая рука за экраном, которая, типа, нажимаешь, и он тебе нужную коробку, нужного бренда достает. На самом деле это не так там работает, но это все просто так мы имитируем. В Амстердаме, когда мы последний раз были в 2019 году, в этом магазине в Солбоксе, когда ты заходишь в раздевалку, там каластрофобия, потому что там белый кафель, ведь это лаборатория, и там реально страшно находиться. Знаешь, если долго закрыться, получается, как будто ты в морге находишься. Я тоже в 2019 году, кстати, был. Когда ездили? Мы в октябре гоняли. Мы ехали в ноябре, и мы ехали на Сникер-Кон в Роттердам. Мы были там. Ну, не Сникер-Несс, прошу прощения, Сникер-Несс в Роттердам я ехал с концепцией музея своего. Там, знаешь, Найки с Паттой запускали пару, вообще ничем не примечательного, кроме того, что там были такие большие зеленые логотипы, типа Найки, Паттой. Ну, это шестерки, наверное, последние, которые они делали. Не помню, если честно, не фанат, и не стал покупать. Ценник там что-то был 230 евро, по-моему, но ребята, которые со мной были, просто коллекцию себе купили. Очень прикольно было реализовано. Короче, мы пришли на какой-то мост недалеко от центрального вокзала. Ну, ты с самой Патти был же, да? Вот такой магазин с кулачок, да? Да, 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 очень маленький магазин. Мы пришли, нам дали номерок, у меня был, по-моему, там есть фотография, 113 номерок. Нас собрали группировкой. Причем чуваки выдавали эти номерки, такие реально вышибало. Это везде так, так же, как в Суприм. В магазине ты приходишь, тебе номерок выдает такой здоровый. Огромный просто вышибало. Мы подождали одной группой, потом нас взяли, отвели в другое место. И до того, прежде чем как дойти до магазина, мы сменили 4 локации. Ну, это классическая такая история, да? Блин, это очень круто. Просто типа нам объяснили, что под окнами не надо собираться большой толпой. И нас вот такими маленькими кучками, у нас типа было 15 минут зайти, все там купить. Абсолютно взорванные пацаны. Кстати, в Сникер Хэде часть этого коллаба продавался, это была одежда такая вся, в решетку. Да, у меня у сына футболка такая есть. Очень круто. Шестерки, да, это шестерки были. Здорово, реализовано, просто потрясающе, супер колоритно. Они, кстати, не очень сильно выстрелили, вот эта последняя коллаборация. Факт, одежда стрельнула лучше. Я купил значок Pata Running Club, у меня теперь есть значочек. А у меня есть этот, знаешь, Pata тоже Team, где пантера такая, крест Амстердама. Сакони что-то с Pata выпускали? Есть, знаешь, есть сэмпл Pata с Oconi, который Pata отрицает. Но он существует, его в сети можно посмотреть. Это Shadow 5000, охеренно сделаны. Они сделаны, знаешь, как зеленая и рыжая кожа. Они рыжие очень любят. Зеленый с рыжим, это такое сочетание. Помнишь, как, по-моему, были у них, когда первые Максы были, ну, единички у Pata, вот эти самые знаменитые. Там есть такая пара, которая белая с зеленым. И на языке просто Pata написано. Ну, как бы, вот этот зеленый и оранжевый цвет, он прям такой в фирменности. Но Pata на самом деле отрицает, как бы, что есть такой сэмпл. Но он ходит, как бы, по крайней мере, информация о нем есть. Я в руках его не подержал, но в фотках или там у каких-то там ребят продвинутых они есть, эти кроссовки. По-моему, в одном или в двух экземплярах. Кстати, у меня в коллекции тоже есть кроссовки, которые существуют там в единственном экземпляре. У вас банда в России, которая топит за сакане. Да. Вы делаете мерч. Я вижу, у тебя футболка. Слушай, ну... Вы делали пару для Фреда Дёрста. Да. Из Лимбискет. Да, это другая история. Это вообще просто. Я когда увидел, я максимально офигел. Когда он приезжал? Последний раз. Это февраль 20-го года. Он в ней выступал? Нет, он выступал, по-моему, в Лэнсе. Очень круто было бы выставить хотя бы часть коллекции для того, чтобы люди могли инспирироваться и попадали в понимание того, что перед ними. Я недавно был во Владивостоке и читал там небольшую лекцию, полчасовую, 45-минутную. И у нас было несколько... Там магазин находится беговой. Комьюнити очень и очень молодое. Оно только-только растет. И буквально, если у нас тут Москва в 2014 году стала получать большое количество материалов о том, что они используют, какая история брендов, стали проводиться какие-то активности. Я там выложил просто несколько брендов и спросил, ребят, как вы думаете, какой бренд самый старый? Там Mizuno, Sakon, Asics был, OnCloud и Hoka. И никто не угадал. А ведь Sakon действительно самый старый бренд беговой, который у нас сейчас в доступе. И Tonic он практически не делает бегового, а Sakon продолжает делать очень крутые беговые модели. И когда они увидят вот модель, например, эту с кожей, с нейлоном, с деревянной стелькой, ну, картонной, ладно, картонной стелькой, которая сейчас уже стала деревянной, это же действительно, она просто превратилась в... Как это называется? Зламинировалась. Когда кости динозавра находятся. Да-да-да, мунифицировалась. Обалдеть, они же будут понимать, что вот оно как есть на самом деле. Вот бабушка, прабабушка, дедушка. Да, я, кстати, вот в первом подкасте, которую вы с Ташем вели, там, я тебе давал кроссовки, которые 65-го года, да, там, которые вы... Таш сказал, что там вся обувь, которая у него в детстве, там, в юности была, называлась... Ботус. Ботус. Ботус Nike, ботус там и всё такое. Я, кстати, нашёл себе ботусы, я потом вам покажу. Серьёзно? Да, ботусы чешские, новые. Обалдеть. Таш же коллекционирует тоже кроссовки. Да-да-да. И мне очень нравится, что он носит. Он реально носит очень много чего. Ну, слушай, да... Баскетбольные кроссовки коллекционирует. Это баскетбол? Это баскетбол, это авиа 822. Это я, кстати, привёз для Таши. Вот, оставлю ему. Я думаю, он оценит, потому что я её по случаю купил, ну, покупал винтажные сокони, и у чувака была эта пара, авиа 822. Чем славится эта пара? Во-первых, в этой паре, до того, как он подписал контракт с Nike, играл Скотти Пиппен, всем известный, напарник Майкл Джордана. Кореш большой. Кореш большой Майкл Джордан, Скотти Пиппен, играл в авиа до того, как он стал играть в Nike. Раз, 822 пара, есть ещё 880, у них наверху липучка. Вот тут, по верхней части липучка, да. И именно в 880-м авиа впечатлялся Virgil Abloh, когда делал свои 408-й модель, первые баскетбольные кроссовки для Louis Vuitton. Кто такой Virgil Abloh? Off-White. Off-White это? Бренд, ну вот сейчас... Супер-фэшн-модный бренд, вот с этими стрелочками во все стороны. Да, да, да. И он уже, я уже не помню, сколько, несколько лет назад, стал креативным директором Louis Vuitton. И для Louis Vuitton он сделал коллекцию кроссовок баскетбольных, и в том числе он впечатлялся, вдохновлялся силуэтом вот именно этих кроссовок, только 880-й, у которых здесь перемычка. Если вы погуглите, то вы... Этот факт не скрывается, он сам об этом говорил, и вы увидите, что это один в один кроссовок, просто взятый... Слушай, я смотрю, это больше похоже на военные какие-то, на самом деле. Нет, просто... Ну, тогда баскетбол уже лютый был, да? Костя. Ты посмотри, какая толстая кожа. Ну, она просто сейчас задеревенела. Да не то, что... Ну, ты посмотри, какая толщина. Ну, они... Это в отличие от вот этой синтетически имитирующей какой-то замши, это же настоящая кожа. Ну, конечно, конечно. Они шли просто на военную баскетбольную кровь. Это пластик? Да, пластик. Это пластик вообще. И, кстати, очень хорошие... Есть целая веха баскетбольных кроссовок от Сокони, еще со Спортбилдой, и Сокони упускали баскетбольные кроссовки, и в них играли знаменитые баскетболисты. Сейчас кроссовки баскетбольные в виде ананаса, видел? Огромную роль компания сыграла вообще во всей беговой движухе. И сейчас по результатам прошлогодним, правда, надо сейчас посмотреть какие-то отчеты за первый, наверное, уже есть квартал 2021 года. Сокони в Америке в самом большом беговом рынке это топ-4. Сейчас там очень Хока сильно подтянулась. Там Брукс номер один, Ньюбаланс номер два. Хока сместила как раз... Номер два кто? Ньюбаланс. Ньюбаланс, да? Ньюбаланс по доле продаж беговой обуви. Беговой обуви для бегового рынка. Чтобы ты понимал, там Найки по беговой обуви долю имеют очень далеко. Вниз, Сасикс тоже, Онклауд, Мизуна и так далее. Вот у них топ-4 это компании, которые имеют преимущественное отношение Брукс, Ньюбаланс, Хока, Сокони. Хока обогнала даже, да? Да. Ну вот в том году обогнала, это как раз первый ковидный был квартал. Но Хока, молодой бренд, он очень сильно поднялся вверх в последнее время. И в прошлом году как раз Таша рассказывал, когда был финал американского футбола как раз О.J. Симпсон, у них была очень большая реклама, на которой засветилась тема по поводу заботы о природе, которую мы с тобой обсуждали. И я в руках уже, я очень, вот просто час хотел просто взять уже и взять их в руки, потому что они просто потрясающие. Это просто нежнейший, натуральный, высоко обогащенный каучучек, да? Просто. Просто. Я не могу. Слушай, забери, пожалуйста, расскажи про них. Это же кроссовки вообще просто с валенком внутри. Друзья, это, значит, джаз-корд РФГ, они называются. Run for good. РФГ. Это слоган Сокони, Run for good. И они назвали их РФГ сокращенно, да? Это кроссовки. Полтора или два года назад Сокони выпустили такой ролик, может быть, ты видел. Они как бы открыли новую эру кроссовок, которые саморазлагающиеся кроссовки. Недавно это Соломон тему поднимал, но вот это мне больше нравится. И в этом ролике значит, кроссовки такие, знаешь, обратно на небо улетают, знаешь, там такой ролик был красивый, такая история, все такое. Души полетели рай. Да, и мы сделаем это. И этой весной они выпустили вот эти кроссовки. В этих кроссовках нет ни одного искусственного материала, синтетического. Где купить? Эти кроссовки продаются на официальном сайте сокони.com, в европейских сайтах, в ряде специализированных ритейлерных магазинов, именно не беговых, именно вот такие стритвейерские магазины, сникерс-магазины, они продаются. Кстати, они очень хорошо продаются. Какая цена? 130 долларов они стоили. Это маркетинг, безусловно, это джаз-корт, отличная модель, это теннисные кроссовки были, это силуэт, да. Слушай, я сразу вижу, широкая колодка, это просто наша русская тема. Очень удобные, очень, ну вот, что вы понимали, да, тут 7 компонентов, натуральный каучук, там, вул, шерсть, потом, краситель этот внутри тоже, это с помощью свеклы делался, ну, то есть краситель, да, на шнурках, на шнурках нет, на шнурках нет, пластиковых вот этих, оснований, да, вот, чтобы надевать, они узелками завязаны. Здесь, она подклеена, потому что, ну, здесь, войлочная, стелька войлочная, да, кроссовки вот так вот, вот, вот такие. Не делай так, пожалуйста. На ногах, эта история, ну, ты просто ходишь, как в домашних тапочках, прямо вот самых мягких. Я думаю, к сожалению, эта тема больше маркетинговая, нежели живая, потому что, ну, я в них походил, и думаю, если я в них там активно буду ходить, безусловно, эта история очень быстро сотрется, ну, они умрут очень быстро, да, это больше, наверное, маркетинговая история, но с оконей тем самым, как бы, они, многие же бренды, сейчас вы знаете, да, они идут именно переработанные материалы, используют пластик, из переработанной, да, пластик. Вот эта история. У Nike есть, у Adika сейчас, да, и вот это все. ну, у всех брендов, да. Здесь другая концепция, здесь нету пластика, здесь сделано из натуральных материалов, чтобы потом, когда вы их поносите, выбросите, они... Спокойно разложились. Разложились, там какой-то, конечно, безусловно, большой период разлагаемости, но не такой, как у пластикового пакета. Ну, каучук, самое долгое, все остальное здесь натуральное. Именно вот эта концепция, и я думаю, что они дальше будут эту тему продвигать, вот они стоят 130 долларов, это дороже, ну, на 10-15 процентов, чем обычные кроссовки сейчас, да, ну, вот если... Ну, чем дешевые, да. Да, ну, я говорю про лайфстайл, вот про... Лайфстайл, да, нет, я говорю про... Я говорю про соконья, да, вот если кожаные, такие кроссовки кожаные стоят 100 или 109 долларов, 110 долларов, есть такой поинт, да, на рынке должна у такого бренда быть модель, у такого и аналогично, там, Asics, Nike, 105, 110 долларов, то эти стоят где-то на 15 процентов дороже, но... На 10 баксов. Вот эта история вся, натуральная, которая сейчас, вот эта эко-френдли, да, история, которая очень популярная, да, вот это, миллениалы, да, наши, там, сейчас эта история, и они очень хорошо продаются, реально, если посмотреть на официальных аккаунтах, где они продавались, и сейчас продаются, там большая часть размеров вынесено, их нету. Слушай, я тебе так скажу, я считаю, это моя позиция, и мы это обсуждаем, у меня дочке 5 лет, в этом году будет 6 летом, это очень важная тема. Коробка у нас тут стоит, не знаю, видна она или нет, это тоже коробка от них, ты видишь, она тоже такая же, без прокраса, без прокраса, выдавлено, все сделано таким образом, что и она тоже, как и Nike, вот они сделали вот эти с переработанных материалов, когда они, внутри нет бумаги, да, чтобы меньше использовалась бумаги, ну там какая-то такая история, и они отсылают не в дополнительной коробке, а именно в этой коробке, которая так отрывается, открывается, как это, для того, чтобы вторую коробку не использовать, да, здесь такая же история, эта коробка, она была заклеена, и она как почтовые, знаешь, вот эти конверты, отрываются, и она уже, да, открылась коробка, вот, серва. Да, то есть, я думаю, что они эту тему, они дальше будут ее эксплуатировать, потому что она очень хорошо выстрелила, зашла, и они здесь тоже являются новаторами, да, как бы, они немножко взяли другой ракурс, сделали просто кроссовки из сена, не из переработки, а из сена, из органики, из дерева, из сена, из органики, и все. Будут делать скоро из каких-то других растений, из которых одежду тоже шьют. Да, они очень комфортные, очень комфортные, и если вы хотите купить, то купите, они доступны в Европе в некоторых магазинах. Главный вопрос, только единственное у меня, сколько хлопка было использовано, потому что здесь я вижу канвас, а при производстве хлопка какие-то просто сотни тонн воды используются. ты же понимаешь, да, да, но я считаю, слушай, тема очень важна, я сам последнее время реально сдаю пластиковые бутылки, нашел у себя на районе, искал полтора часа, вообще. Ты про дочку начал говорить, и я тебе что-то передел. Я с дочкой общаюсь на эту тему, потому что на самом деле за ними будущее, мы можем их только подтолкнуть к тому, чтобы заботиться о планете, в наших силах воспитать новое поколение, которое действительно будет об этом думать, мы не можем постоянно эксплуатировать. Есть статистика, каждый год производится 24 миллиарда пар обуви, ну, все, там сланцы, тапки, кроссовки, ботинки и так далее. Каждый год 21 миллиард идет нам помойку. Ну, я очень рад, что мой бренд, который я люблю бренд, они вот на эту тему таким образом обратили внимание и выпустили эти кроссовки, я думаю, под этой линейкой они будут дальше работать, да, и что еще хочу сказать, что мы все время с тобой убегаем от вопроса зададим, и столько много тем, и мы… Да это потрясающе же. Слушай. Мы с тобой как дома, и ребята с нами как дома. Да, мне комфортно очень, и вообще как бы и с тобой общаться очень приятно, и ребятам большое спасибо. Слушай, я говорю о том, что ты спросил, как вы ездите за границу, да, мы все время уже несколько раз этот вопрос поднялся, и мы… Мне нужна самая просто лютая история, самая лютая история, Слушай, мы просто собрались и поехали. Вот реально. Ну, вы сколько раз вы ездили? Четыре-пять раз. Самая дичь, которая происходила, расскажи. Ну, которую можно, ладно, пацаны. Слушай, я тебе хочу сказать, что я уже тогда рассказывал об этом, что мы были вдохновлены вот этим всем кроссовочным движем, когда вот так окунулись, там Russian Sock and Team, все. И когда здесь как раз, когда закрылся фод здесь, да, магазин, вот эта тема висела, мы очень хотели, мы пытались там что-то даже, там думали о том, что когда фод закрывался, что-то там найти какие-то деньги, ну, это понятно, все истории такие, но… И мы решили, что надо в Москве открыть магазин франшизный, да, и мы поехали в Европу, в Германию и в Голландию для того, чтобы поговорить с основательным магазином, ну, вот с этими людьми, для того, чтобы привезти сюда франшизу. В Европе очень ценится вообще вот фирменный стиль каждого магазина. Смотри, мы были в салбоксе, и Хик, мы познакомились, он с нами поговорил, да, и мы сейчас с ним приятельствуем, иногда встречаемся в Европе. Это мужик, который открыл салбоксы, который потом он продал, и из них сделали такую глобальную историю, а сейчас он делает кроссовки. Сонра. И, по-моему, химию, да? Еще для очистки. Нет, это просто он является лицом карбона, колонила, да. Понял. Сонра, да, кроссовки делает? Да, кроссовки Сонра. Из чего? Слушай, там тоже все натуральное такое, там силуэт такой очень классический. Я видел, потому что, да. Да, ну, эти свои вариации, но он делает все время не больше 300-350 пар, типа это хендмейд, все время охеренная упаковка, ну, все, вот прям такой лакшери, знаешь. Они стоят дорого всегда, по-моему, там что-то 170 или 180, до 200 евро, может быть, да. С ним все стремятся в Европе сделать коллабы, он сделал уже с Porsche-дизайном, он сделал с DHL, ну, то есть там до хера у него всех этих, у него все sold out всегда. Он очень хороший дядька, мы ему неоднократно возили русскую водку туда. Он сам же турок. Да. Вот, и классный чувак, как бы, мы с ним встретились. Мы приехали в Пату, мы встретились с Мартином, мы с ним разговаривали там. Мы, идея музея у меня родилась после того, как мы в Кёльне побывали в музее Алекса, основателя Vigodville Out магазина, который закрылся, к сожалению, позапрошлом году. Вот, и мы с ним, мы были в Дюссельдорфе с EFU, с Себастьяном, которым мы сейчас друзья большие, с ним познакомились. И мы были в... EFU просто взорванный магазин. Ну, вот просто в 15-м году, когда они сделали первые кои, и они всех порвали просто, ну, когда был бешен, и с тех пор они эту планку держат. Они же очень, они во Франкфурте очень сильно в местную культуру, да, интегрированные, и местный футбольный клуб. Ну, в Дюссельдорфе. В Дюссельдорфе. В Дюссельдорфе. Такой маленький магазин, как бы, знаешь, очень прикольно, у них такая при магазине, ну, стоит такая, как её, сидят на чём, скамейка деревянная. И мы в 15-м году приклеили свои стикеры. Там все приклеивают стикеры. В 19-м году или 18-м наши друзья были в этом магазине, фотографировались на этой скамейке, и наши стикеры есть там. То есть, блин, вообще, русские не сдаются. Вот мы там были, потом мы были, где мы ещё были, в каком магазине, ну, факт, что мы проехали все магазины, со всеми переговорили для того, чтобы, значит, открыть магазин в России. Но мы... Ты что хочешь найти? Я сейчас ещё одну пару. Рассказывай, секунду. Да, значит, и со всеми поговорили. А с Келатцами 24 мы разговаривали с Полом. Жир вообще. Да, но мы не доехали до них, мы заочно с ними общались. К сожалению, Келатцы тоже закрылись благодаря пандемии и вообще экономической ситуации как бы в Испании, и всё. Остался только Келатцы Бангкок 24. Вот. И... Я уже говорил, значит, Мартин нам сказал, чуваки, блин, ну, если коллаб с вами, магазин мы не хотим открывать по франшизе, типа. Келатцы сказали, у нас семейная история, семейный бизнес, они все ссылаются на семейный бизнес и типа не хотят, да, ну, там, да, и нам неинтересно там такое развитие какое-то. И... Они делают коллабы с брендами чуть-чуть. Не, коллаб, да. Я к тому, что Мартин нам сказал в пати, говорит, ну, русский бренд, ну, тогда, не знаю, может, они с Гошей Рубчинским бы тогда сделали, сейчас, не знаю, с кем-то еще там русским. Я про русский бренд, он говорил, мы хотим такой бренд русский, как Калашников. Вот с Калашниковым я бы сделал, говорит, коллаборацию. Вот мы когда ездили, ведь в девятнадцатом году, я когда решил, что кроссовки должны стать моим главным, как бы... Словом? Главным. Практически. Работой, увлечением и всем остальным, да, кроссовки всегда были просто моим увлечением. Я плотно стал заниматься вот продвижением бренда, кроссовок и всем остальным, вообще во всю эту культуру, вот так, чтобы теперь меня ассоциируют, что там амбассадор бренда и все такое, как бы, это... Я ушел из автобизнеса в сентябре 2018 года. до этого я успешно 13 лет проработал в должности директора по развитию одного автомобильного бренда в России. Вот, поэтому кроссовки я просто покупал как увлечение, знаешь, как вот, ну там, вот, и все такое. Для души? Да. Я знаю, что этот бренд имеет очень хорошие теперь позиции у нас в России. Я думаю, сколько ни здесь, точно в России все будет все хорошо. Слушай, знаешь, как сказать, многие, из-за того, что здесь ситуация была, менялся дистрибьютор в России по соконе оригинал, да? Ну, это нормальное развитие для бренда. И в какой-то момент времени был просто вакуум на рынке российском по соконе, реальный вакуум. И мы этот вакуум заполняли, да? И продолжаем его заполнять. И поэтому на какой-то период времени как бы это пафосно не звучало, но это не мое как бы утверждение или это. Мы были реально чуваками, которые единственные прокачивали сокони здесь. И продавали, и поддерживали к нему интерес. Да, мы помогали продавать коле, да, и мы эту тему прокачивали, и мы этим очень сильно гордимся, и сейчас бренд немножко нам за это воздает. Слушай, у бренда есть интересная ситуация, он выбирает себе партнеров по бизнесу в беговом сегменте, в сегменте лайфстайла разных постоянно, то есть до этого был дистрибьютор спортмастер, сейчас дистрибьютор и другая компания. Как ты относишься к современным беговым моделям? Видишь ли ты там через какое-то время перезапуск чего-то? Я тебе могу сказать, что смотри, история следующая, во-первых, они с эндорфином очень хорошо выстрелили, и, к сожалению, до России не доехал, я тебя даже просил, помнишь, они сделали эндорфин и вообще линейку беговую в классической расцветке, вот этой, исторической расцветке, и там все силуэты, эндорфин, триумф, по-моему, да, там эти еще, кто у нас там? Ну, там были все базовые модели, скорее всего, они все были в этих цветах, я у тебя еще просил, говорю, Костиска, приедут сюда, то мне... Ну, я бы обязательно, но не возят. Очень хотелось. Ты знаешь, я могу тебе сказать, что в каталоге следующего года есть, в каталоге лайфстайла есть беговые модели. Современные. Да. В других цветах. Вот они не только в предзаказе беговом, они есть в предзаказе лайфстайла. И то есть точно такие же модели, точно такие же расцветки, перенеси их каталог. Их немного, совсем немного, но да, там есть трейл модели, трейл модели на базе. Трейл заходит очень плотно сейчас. Мы с Сашкой в прошлом подкасте обсуждали, что это трейл. Трейл, есть пару моделей и интересные очень расцветки, которые, они из беговых. Я еще, честно говоря, ну, по-моему, вот то, что мы сегодня видели, по-моему, там есть пересечения, да, но факт, сколько беговых моделей на Сашкой. Как ты думаешь, они хотят подцепнуть современного покупателя и почитателя лайфстайл-коллекции Саук, они современными моделями, чтобы те ощутили или хотя бы померили в магазине современный уровень комфорта на современных материалах, может быть? Слушай, или так просто свежий цвет закинуть? Нет, ты знаешь, я вот с Колей очень плотно общаюсь, ну, наверное, он плотнее, чем с тобой, но с тобой тоже, сейчас в последнее время, слава богу. И у Коли мне говорит, что есть запрос от его покупателей, а у него только лайфстайл в магазине, есть запрос на беговые модели. То есть, к нему приходят люди, которые хотят еще у него в магазине померить беговую модель. Субтитры создавал DimaTorzok